Ну тяжелая игра была, физическое состояние, только с поездки приехали, тяжеловато немножко было. Ну начали хорошо первый период, владели инициативой, немножко во втором периоде отошли от своей игры. Ну а в третьем, собственно, играли по счету, сказали построже играть, ну и на контратаках забили, все получилось. Что скажете о команде Рубин? Во втором периоде они сравняли, вот как удалось выйти вперед и выиграть? Ну команда опытная, там подбор игроков хороший, тяжело было играть против них. Ну так получилось, пропустили там необязательно, так сказать, гол. Ну ничего, в третьем вышли и выиграли игру. Лично вам приходилось когда-нибудь еще играть вот с этой командой? Насколько вот вырос уровень команды именно соперника Рубин? Ну играли, последний раз я играл два года назад. Ну Рубин всегда хорошая команда была. В прошлом году, говорят, у них там что-то было, с командой молодая была команда. А так Рубин всегда был в лидерах высшей хоккейной лиги, поэтому всегда хорошая команда, у них высокие цели и тяжело с ними играть. Сегодня из многих шансов большинства одно реализовать удалось. Вот как работаете над этим моментом, что в большинстве не получается, может быть? Работаем практически каждый день, ну тоже невозможно всегда забивать, но мы стараемся, разговариваем между собой, тренера нам что-то подсказывает, как лучше, как команда играет в меньшинстве. Ну нам надо вот все же воплотить в жизнь на льду только, и все будет получаться, будем забивать. Впереди еще домашние игры. Какой настрой, как настраиваетесь, ну и пожелания болельщикам? Ну дома какой настрой? Только выигрывать. Болельщики гонят нас вперед. При такой поддержке играть плохо невозможно. Поэтому будем стараться играть и выигрывать. Спасибо большое, удачи!